В Казахстане 9 июня объявлен днём национального траура в связи с терактом в октябре. В Уральске третий день подряд распространяются слухи о перестрелках в различных частях областного центра. Госслужащим посоветовали не принимать подарков от подчинённых. Об этом заявил министр по делам госслужбы Талгат Донаков во время отчётной встречи перед населением. После теракта в Уктубе в Казахстане предлагают запретить идеологию салафизма. Такое мнение высказывают эксперты. С этим мнением солидарные депутаты Мажелиса. А президент страны поручил задержать всех преступников и при вооружённом сопротивлении уничтожить. В Казахстане 9 июня объявлен днём национального траура в связи с терактом в Уктубе. Подробнее расскажут наши столичные корреспонденты. По словам политологов, если мы говорим, что нужно бороться с причинами террора, а не только с его последствиями, то эти теракты должны стать причиной принятия волевого политического решения о запрете идеологии салафизма. В стране более 600 осужденных террористов. Подавляющее большинство из них идентифицируют себя салафитами. Кстати, мажлисмены также согласны с этим мнением и готовы ужесточить законы. Я хочу сказать, что в целом у нас правовая база по реагированию на террористические угрозы, на реагирование на угрозы терроризма и экстремизма сегодня достаточно неплохая. Есть соответствующие законы, которые приняты несколько лет назад, но по итогам этих событий, конечно, мы ещё раз посмотрим, проанализируем эффективность и действие законов, которые регулируют отношения в этой сфере. По необходимости, возможно, если такая необходимость будет, мы внесём какие-то изменения в действующие законы по ужесточению борьбы с терроризмом экстремизма. Напомним, 5 июня в трёх точках города Ахтубе произошла перестрелка. Жертвами теракта стали 19 человек, из них четверо гражданских и трое военных. По всему Казахстану введён умеренный жёлтый режим террористической опасности, который будет действовать в течение 40 дней. По информации МВД, уже убиты 13 из организовавших теракт в Ахтубе террористов. Четверо ранены. Кроме того, задержаны 8 человек, подозреваемых к причастности к экстремистам. Сегодня глава КМБ доложил президенту Казахстана о событиях в Ахтубе. В настоящее время разыскивается 6 человек. Двигаются они двумя группами. И один отдельно от них. Нам известно, что они находятся сейчас в Актюбинске. Мы знаем, что они там. По фамильной известно. По фамильной известно. Народ предупреждён. Надо до единого всех задержать. При сопротивлении вооружённым уничтожать. Все должны быть наказаны. Самым строгим образом. Ни одного не должно остаться. Не поймано. В Казахстане 9 июня объявлен Днём национального траура. В связи с этим предложено запретить показы рекламы и развлекательных передач, а также приспустить государственные флаги на домах и зданиях органов госвласти. Сегодня в Ахтубе прошли похороны трёх жертв совершённых терактов. Боржан Шейхамед, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Счётный комитет выявил неэффективное использование государственного бюджета на сумму 459 миллиардов тенге в 2015 году. Об этом в парламенте рассказал сам министр финансов. Счётный комитет выявил массу нарушений бюджета. В стране неэффективна налоговая практика, а национальные компании не перечисляют часть чистого дохода. Значительные потери бюджета образовались при использовании схем уклонения от уплаты налогов более 1 триллиона тенге. В том числе посредством сомнительных взаиморасчётов с лжепредпринимателями. При этом необоснованное продление или приостановление налоговых проверок приводит к истечению срока исковой давности для доначисления заниженных платежей и, как следствие, к значительным потерям бюджета. Из года в год допускаются одни и те же нарушения. В правоохранительные органы для принятия процессуальных решений направлено 40 материалов контроля. К административной ответственности привлечено 75 юридических и 66 должностных лиц. Несмотря на рекордно высокое исполнение расходов, всё ещё сохраняются факты неэффективного исполнения. Так, по данным счётного комитета, они составили 459 миллиардов тенге. Госслужащим посоветовали не принимать подарков от подчинённых. Об этом заявил министр по делам госслужбы Талгад Донаков во время отчётной встречи перед населением. За ходом встречи в селекторном режиме следили и в Уральске. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Общая численность госслужащих в Казахстане составляет около 99 тысяч человек. Причём порядка 7 тысяч рабочих мест остаются вакантными. В данный момент реформа госслужбы идёт полным ходом. Министр напомнил, что государство на протяжении многих лет поэтапно обеспечивает социальную защиту госслужащих и повышает уровень оплаты труда. В настоящее время в госслужбе внедрена система оценки. Планируется, что со следующего года она заработает в полную силу. Главное, отбор на госслужбы идёт по новым нормам. И, конечно, сейчас уже наблюдается, что поступление на государственную службу впервые поступающих кандидатов, граждан увеличивает количество граждан, которые поступают на государственную службу. Потому что есть конкурсы именно для них, общие конкурсы на нижестоящие должности. Они имеют право только людей, которые не являются госслужащими. Министр на отчётной встрече посоветовал госслужащим не принимать подарков от своих подчинённых. Это будет являться нарушением служебной этики. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня в областном Акимате состоялась встреча с известным певцом, композитором Хожебеком Бекбосеновым. Артист стал известен благодаря исполнению композиции «Мухит», «Акан-Сера», «Бержан», «Осет», «Естай». Последователь и ученик Гарифулы Курмангалиева Хожебек Бекбосенов в этом году отметил своё 70-летие. И в честь этой даты знаменитый артист объезжает все города нашей страны с концертной программой. Заместитель Акима Западной Казахстанской области Арман Утигулов поздравил музыканта от лица главы области и всего народа, вручив благодарственное письмо. Отметим, что концерт заслуженного деятеля культуры и народного артиста Республики Казахстан состоится сегодня в областной филармонии имени Гарифулы Курмангалиева. «Я очень благодарен за оказанное уважение со стороны Акима области. Я не устаю повторять, что мой учитель Гарифулы Курмангалиев и все мои композиции и песни были для народа. Сейчас я преподаю для молодёжи в университете». Не поддаваться на удочку провокаторов призывает западноказахстанцев и мам области Руслан Султанов. В областном Акимате прошло совещание с участием представителей правоохранительных органов отдела образования и управления по делам религии. Основная цель собравшихся – обсудить работу по снижению уровня радикальности в религиозной среде. Основным поводом к организации совещания с участием представителей межведомственных структур стали недавние события в соседнем Октубе. В МВД Республики заявили, что предположительно нападавшими оказались радикальные приверженцы нетрадиционных религиозных течений. Сегодня они проживают во всех городах республики. Руководитель Департамента по делам религии доложил, что в 2013 году при областной прокуратуре организовали отдел по борьбе с радикализмом и экстремизмом. С 2005 года при областной мечети действует группа обучения традиционному исламу. Основная задача специалистов сегодня – работа с группами риска. Как оказалось, в нее входит огромное количество людей. Лица самозанятые, торговли на рынках, лица, работающие вахтовым методом, работники общественных транспортных организаций, члены семей осужденных за религиозное стремление и терроризм, а также лиц, выехавшие в зону военных комплектов. Безработные, особенно молодые люди. Об обязательном внедрении предмета религия и видения в общеобразовательных школах рассказала руководитель управления образования Айгульман Баева. Она отметила, что в девятых классах этот предмет официально введен еще три года назад. В предстоящем учебном году школьники будут обеспечены учебниками по религиоведению. Заслужив отчет, Аким Обусти в свою очередь поинтересовался, как идет работа с занятостью молодежи. Мы знаем, что ежегодно из тысячи выпускников школ половина не набирает проходной балл на ЕНТ. Вследствие этого молодежь остается незанятой. По причине отсутствия занятий и работы они оказываются втянутыми в сомнительные организации. Вы контролируете этот вопрос? По данным проведенных учетов, порядка 70% от числа приверженцев нетрадиционных течений действительно молодежь. Именно она становится слабым звеном. Тем, кто остался без места учебы, мы стараемся дать возможность пройти хотя бы курсы на рабочие специальности. Представители Управления по делам религии предупреждают, после уже случившихся терактов, как правило, усиливаются действия провокаторов, которые пользуются паническим состоянием людей. Хочу призвать наш народ, чтобы мы проявляли терпение. И то, что не поддавались провокаторам. Я вот слышал сейчас, допустим, имамы мои передают, что в Ахсай, в интернет-содружествах, в сообществах передают провокацию, проводят. Вот как будем жить. Поэтому мы не должны поддаваться этому. Если мы будем поддаваться этому, мы, наоборот, будем их усиливать. Специалисты поясняют, как правило, пешками в руках говария радикалистов становятся те самые уязвимые свои населения. Люди с неустойчивой психикой, попавшие в трудные жизненные ситуации, потерявшие близких людей или работу. Под видом оказания помощи они часто становятся втянутыми в будто бы мирное объединение, якобы пропагандирующее истинную религию. На самом деле цели радикалистов совсем иные. Затмевание сознания людей, выманивание денег и захват власти. Марина Горбук, Нуруан Кунашев, Александр Грабриев, ТДК-42. Сегодня в областном Маслихате состоялось рабочее заседание комиссии по инновационному развитию и предпринимательству под председательством депутата областного Маслихата Мергалиева Аскара Сериковича. В ходе этой встречи были подняты вопросы, касаемые изменения бюджета и программ управления внутренней политики Западоказахстанской области. Это связано с изменением законодательства Республики Казахстан и некоторые программы стали неактуальными. Основными вопросами являлись вопросы, отнесенные к ведомству нашей комиссии, которые будут внесены на предстоящую сессию областного Маслихата. Это отчет по исполнению бюджета за 2015 год и профильное управление сегодня отчитывались по исполнению бюджета. В частности, нашей комиссии депутатами задавались отдельные вопросы и были высказаны пожелания, в частности, пожелания к администраторам программ, именно в той части, чтобы при планировании бюджета, при планировании тех или иных программ, учитывались и общая республиканская политика в том или ином направлении. Государственные программы по поддержке предпринимательства должны работать на благо людей. Сегодня в городском Акимате прошла встреча руководству города с бизнесменами. Им разъяснили возможности, которые предоставляют финансовые институты по развитию своего дела. Сейчас в Уральске насчитывается 28,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Бизнесмены вносят бюджет город до четверти поступлений. Но задача – довести число предпринимателей до 50% трудоспособного населения. Много государственных программ, которые поддерживают предпринимательские деятельности. Мы сегодня хотим разъяснить. Многие жители нашего города, к сожалению, есть такие люди, до сих пор эти программы не знают. В городском отделе предпринимательства проинформируют, что в этом году число действующих предпринимателей выросло на 1,5%. В этом году финансовые институты выделили достаточно средств на поддержку сферы бизнеса. Из числа 2%, которые приостановлены, 76% – это реализаторы розничных и оптовых торгов. 9% – это у нас услуги и 4% производства. То есть получается, что многие наши предприниматели, которые условно завозили товары с разных стран, из третьих стран, может, из Турции, из Китая, допустим, или из третьих, из стран, допустим, ближайших к нашей республике, из-за угрожания их продукции перестали возить и временно пока приостановили. Это говорит о том, что для нас, для наших предпринимателей, имеется огромная возможность, ниша. То есть мы можем эти продукции выпускать у себя. Оператором множества программ выступает Фонд поддержки предпринимательства дому. Сумма до 20 миллионов тенге. 20 миллионов тенге для начинающих предпринимателей – это достаточно хорошая сумма. Что для этого надо иметь в будущем предпринимателе? Это собственные части в виде денежных средств или в виде залогового обеспечения. Например, это может быть квартира. Оставшаяся часть до 85% гарантирует дому. То есть, если у вас есть квартира, фонд дому может за вас предоставить качество залога гарантию. Ставка процентная будет 19%. Из них мы субсидируем для города 7%. То есть размещаем 19 минус 7 – это будет 12%, который может платить предприниматель. И если он ведет свой бизнес в сельском населённом пункте, тогда сумма субсидирования, то есть сумма возврата до 10%. Для многих бизнесменов подобная встреча – возможность больше узнать о госпрограммах и задать интересующие вопросы. За городом я открыт теплицу планирую, хотел бы открыть. Поэтому мне нужна земля, очень большая для меня жена. Также хотел бы открыть производство, ими производить пандусы, лифты и специальные тренажёры для населения и для удобства людей по производству. Также металлоконструктор, так скажем. Ну, в плане таком. Ну, если будет возможность, открыть также сторону по трассе, где им открыто ИСТО. Планирую. Ну, всё это вопрос только к земле. Власти города призвали людей активно пользоваться инструментами господдержки и верить в свои силы. Роман Копняев, Абула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Порядка 500 человек эвакуировали из центрального универмага города Караганда во вторник из-за ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Все экстренные службы города были направлены в ЦУМ. Саперами было осмотрено помещение. Взрывного устройства не обнаружено. Сообщение о бомбе поступило в 19.35. Команда отбой дана была в 20.45. Свадебные кортежи не перестают удивлять казахстанцев. В сеть попало очередное видео с передвижением свадебного кортежа по дорогам, предположительно, Алматинской области. В ролике, размещенном на странице в Инстаграм, черный внедорожник без госномера, мигая с тробоскопами, едет задом по трассе перед свадебным лимузином. Еще в одном ролике. Перед лимузином задом наперед едут две легковых авто. Все происходящее снимают профессиональные видеооператоры с двух машин. Тарасские любительницы лирических песен Стаса Михайлова так и не увидят своего кумира вживую. Для одном города, который артисты видели лишь по телевизору, концерт – значимые события. Узнавали о нем поклонницы друг от друга. Рекламировать мероприятия организаторы сильно не стали. Лишь ограничились объявлениями в интернете и несколькими точками продаж. Билеты на любимца всех женщин продают уже неделю. Цены приемлемые, но уж очень подозрительные – от двух до пяти тысяч тенге за место. Для особо впечатлительных есть вип-места по 35 тысяч. Вот только как выяснилось о концерте на юге страны, артист даже не подозревал и выступать в Таразе не собирался, о чем и сообщил на своей официальной странице. В Уральске третий день подряд распространяются слухи о перестрелках в различных частях областного центра. В мессенджере WhatsApp возволнованный мужской голос предупреждает о стрельбе в районе депо. В областном департаменте внутренних дел заявили, что за ложные сообщения предусмотрена уголовная ответственность. В популярных мессенджерах WhatsApp и Viber распространяются сообщения о перестрелках в некоторых районах города. Люди, получающие сообщения по интернету, отправляют их дальше, тем самым способствуя распространению непроверенной информации. Я тоже получила такое уже сообщение, получила от подруги, получила на какие-то вот там кто-то идет, что-то идет такое, присылали тоже мне. Я сама работала по агитации, по обучению населения, когда работала по МПК, методистам. Мы вели работу против радикализма, терроризма, мы вели работу обучающую для населения. Я думаю, просто это кому-то выгодно, что люди пугаются, боятся чего-то. Я получил сообщение о перестрелке. Становится не по себе, что теракт может произойти в нашем городе. По городу ходят слухи, что экстремисты готовят нападения. Становится реально страшно. В Департамент внутренних дел отметили, что оперативная обстановка в области стабильная. Она находится под контролем правоохранительных и специальных органов. Через социальные сети, в том числе через мессенджеры, WhatsApp, Viber, идет рассылка о перестрелках в различных частях города Уральск, что не соответствует действительности. Информация такого характера в дежурной части ОВД ЗКОМ не поступала. Сообщаем, что лица, рассылающие подобные сообщения, будут привлечены к ответственности, согласно статье 274, частью 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Напомним, что в связи с последними событиями в городе Актобе на всей территории Республики, в том числе и в нашей области, введен желтый уровень умеренной террористической опасности. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. 7 июня в дежурную часть ДВД на телефон 102 поступил анонимный звонок террористического характера. Неизвестный мужчина сообщил, что имеет намерение взорвать бомбу. Сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался временно неработающий, ранее судимый, 37-летний уралец. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин С. ободворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. В связи с этим предостерегаем от необдуманных действий, которые влекут уголовную ответственность. В случае покупки некачественного товара потребитель сможет обменять его в течение месяца. Об этом сообщили специалисты в ходе заседания с предпринимателями по разъяснению прав и обязанностей продавцов и покупателей. Внесение целого ряда изменений в закон о защите прав потребителей утвердил президент Республики Казахстан в апреле текущего года. В актовом зале управления по защите прав потребителей присутствуют бизнесмены, представители крупных торговых компаний. Санэпидемиологи разъясняют им дополнение в закон о защите прав потребителей. Специалисты признали, что прежний закон 2010 года во многом ущемлял покупателей. Последние не могли отставить свои права даже в суде. Если раньше при покупке некачественной продукции покупателю приходилось тратить собственные силы и средства на проведение экспертиз, то теперь делать этого совсем не нужно. На сегодня внесены в законе, что обязан сам продавец проводить экспертизу на своем уровне. И в установленных днях в обязательном порядке должен заменить, если он идет в некачественную продукцию, заменить эту продукцию или по другим причинам рассмотреть эту продукцию. Стоит отметить, что закон ориентирован на защиту потребителей. Ряд приобретенных товаров можно отменить в течение 30 дней. Потребитель может вернуть разонравившийся ему товар, при этом он должен соответствовать первоначальному виду. В большей степени это касается сезонных товаров. Кстати, согласно новому законодательству, гарантийный срок на сезонные товары отчитывается лишь с момента наступления соответствующего сезона. К примеру, на ту же шубу он наступит в ноябре, даже если товар был куплен весной того же года. Также продавец не имеет права изменять цену купленного рассрочка товара в тенге, несмотря на колебания курса иностранной валюты. Кроме того, у представителей управления по защите прав потребителей есть полномочия проверять торговые точки. По несоответствии маркировки также мы выносим, выдаем предписание об устранении нарушений с установленными сроками. На сегодня можно сказать, что у нас за третий квартал внесены, есть несоответствие по продукциям, это в основном не пищевая продукция. Переданы материалы в суд, сегодня рассмотрено 6 материалов в суд. За нарушение бизнесменам грозит штраф до 100 МРП. Также в случаях несоответствия качеству специалисты вправе наложить запрет на реализацию того или иного товара в течение месяца. Марина Горбук, Дуорен Досимбиев, Александр Горобарев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте. www.tdk42.kz Оставайтесь на нашем телеканале, впереди вас ждет много интересного. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Прогноз погоды на 9 июня. Уральск, плюс 15, плюс 21. Актау, плюс 13, плюс 20 градусов. Актубель, плюс 14, плюс 24. Атырау, плюс 17, плюс 25, дождь. Кокшетау, плюс 15, плюс 18. Костанай, плюс 14, плюс 27 градусов в дне. Казалурда, плюс 21, плюс 35. Павлодар, плюс 17, плюс 27. Петропавловск, ночью, плюс 17, днем, плюс 21. Толдукурган, плюс 17, плюс 31 градусов. Тарас, плюс 20, плюс 35. Усть-Каменогорск, плюс 17, плюс 29. Караганда, плюс 18, плюс 27. Шумкент, ночью, плюс 23, днем, плюс 36. Алматы, плюс 23, плюс 29 градусов. Столица республики Астане, ночью, плюс 16, днем, плюс 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова